Одна из милых примет жаркого летнего дня – оглушительный треск саранчи и мелодии кузнечиков. Но когда обилие насекомых увеличивается на порядке, эти звуки свидетельствуют о катастрофе – экологической и экономической. Недаром саранча уже обрела славу одной из казней египетских. Как сообщили на брифинге, многие страны сейчас переживают крупнейшее за последние 25 лет нашествие саранчи. В ООН опасаются, что активность насекомых приведет к гибели урожая, животных и, как следствие, приведет к массовому голоду во многих странах. В Казахстане в этом году ожидается распространение стадных саранчевых на площади 554 тысячи гектаров. К возможному нашествию саранчи готовится в трех областях. Туда максимально стянута вся техника, которая будет проводить химическую работу. Особую озабоченность и беспокоенность по регионам у нас на сегодняшний день вызывает Западная Казахстанская область, это по Саранчевым, Актюбинская область и Восточно-Казахстанская область, где будет уделено особое внимание проведением официантарных мероприятий по борьбе с саранчевыми. По словам ученых, рой и саранчи во время нашествий поедают не только пшеницу и другие зерновые культуры, но и фактически все травянистые культуры, встречающиеся у них на пути. И даже одежду из бумаги и хлопка. Рой способен полностью уничтожить огромную площадь посевов за несколько часов. Количество саранчи в стаях может достигать до 40 миллиардов особей. Рой может лететь от 300 до 1000 километров, поэтому из республиканского бюджета для борьбы со стадными саранчевыми выделена огромная сумма. Из республиканского бюджета на борьбу со стадными саранчевыми выделено порядка 1 миллиарда тенге, что позволило в целом закупить необходимые пестициды и услуги для проведения химических обработок на всю прогнозируемую площадь. Для борьбы с нестадными саранчевыми из средств местного бюджета выделено 555 миллионов тенге. Кроме того, сельхозпроизводители с конца прошлого года получают субсидии в размере 50% от стоимости пестицидов для самостоятельной борьбы с саранчей. Повержанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.